Это чей холм? Сказка Сергея Козлова Утром траву посеребрил иний, и сквозящие осинки, и весь лес от вспыхнувшего солнца стал серебряный и голубой. — Видишь, как красиво! — сказал ежику медвежонок. — А пойдем покажу, что устроил на холме крот. Они подошли к холму. — Смотри! — сказал медвежонок. — Ну что, а? Весь холм был изрыт от основания до макушки. — И когда он успел? — сказал ежик. — Я еще недавно здесь проходил, холм как холм. — Не холм как холм, — сказал медвежонок, — а очень красивый наш холм. — Эй, крот! — крикнул он. — Крот! — позвал ежик. Высунулся крот. — Чего? — сказал он. — Ничего, а что ты наделал? — сказал медвежонок. — А что я наделал? — А ты иди сюда, — сказал медвежонок, — и погляди отсюда. Крот вылез из норы и спустился с холма. — Чего? — спросил он. — Гляди, — сказал медвежонок. Крот невидящими глазами оглядел холм и остался очень доволен. — Я люблю, когда у меня много квартир, — сказал крот. — В верхних я живу, когда мокро, а в нижних, когда холодно. — Ты посмотри, как ты сковырял наш холм, — сказал медвежонок. — Не ваш, а мой, — сказал крот. — Это мой холм. На этом холме всегда жили кроты. И бабка, и дед, все жили тут. — Послушай, — сказал ежик. — Ну что мы будем спорить, чей холм твой, наш? Он же не посреди неба. — А где же, — удивился крот. — В лесу, — сказал медвежонок. — А лес общий, — сказал ежик. — Это вам кажется, — сказал крот. — Лес ваш, — холм мой. И полез в нору. — Нет, погоди, — сказал медвежонок и схватил крота. — Что ты хватаешься, что ты хватаешься, — завопил крот. — Я не могу, схвачу и поколочу, — сказал медвежонок, — чтоб к завтрашнему дню он был как вчера. — А где я буду жить, — спросил крот. — Где хочешь, там и живи. — Построй себе хоть тысячу квартир, — сказал медвежонок. — Ну, чтобы все было красиво. — Да вы поглядите, какие серебряные горы рассыпаны по всему холму, — сказал крот. — Придут неизвестные и скажут. — Какие богатые звери живут в этом лесу. — Одно серебро. — Ты мне зубы не заговаривай, — сказал медвежонок. — И не растает, будет земля. — Где твое серебро? — И не растает, выпадет снег, — не сдаваться крот. — Весна придет, все зарастет травой. — А у меня там внутри сто квартир. — Что с ним делать? — спросил ежик и медвежонок. — А что с ним сделаешь, — сказал ежик. — Скоро зима, а потом весна, и все зарастет травой. — Нет, — сказал медвежонок, — поколотить его надо. — Оставь его, — сказал ежик. — Мне еще бабушка говорила, как осень кроты обязательно испакостит весь холм. — Вот что, — громко сказал медвежонок кроту. — Скажи спасибо ежику. Если бы не он, я бы не знаю, что с тобой сделал. — Спасибо, ежик, — поклонился ежику крот. Моя бабушка дружила с твоим дедушкой и говорила, что твой дедушка всегда заступался за кротов. — Да ладно уж, — сказал ежик. — Только медвежонок прав. Уж больно противно глядеть, как ты исковырял холм. Тут солнце, которое было скрылось за облаками, вспыхнуло вновь, и весь холм засверкал грудами нежного серебра. Осинки трепетали на синеве, трава сияла, и эти серебряные груды свежей земли вдруг сделали холм таким красивым, что ежик удивился, как это он сразу не увидел такой красоты. — Уродство, а красиво, — подумал ежик. — Как это может быть? А вслух сказал, — а ведь красиво, а, медвежонок? — Всегда так, — ворчал крот, залезая в нору, — сперва чуть не убьют, а потом красиво. — Играет музыка.